МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканала Первые карагандинские новости в студии Гульнуржаке. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Жители села Новый Путь отрезаны от цивилизации. Вот уже около месяца люди не могут выехать из села из-за снежного плена. У людей на исходе продукты питания. 75 тонн хлебопулочных и 3 тонны кондитерских изделий в сутки. Такова производственная мощность нового хлебзавода Сарар-Канан Караганды. Подробности торжественного открытия вы узнаете в материале Ларисы Кусейновой. Реальная история, перенесенная на экран. В Караганде с успехом прошла премьера художественного фильма «Я люблю тебя, Огарке». Картину сняли студенты и посвятили ее памяти своей сокурснице. Отделение «Новый путь» Каркаролинского района целый месяц находится в снежном плену. По словам сельчан, они отрезаны от цивилизации и вот-вот останутся без продовольствия. Местные ларьки давно не работают, а выезжать за продуктами в близлежащие поселки невозможно. А между тем, местные власти оправдываются, что не справляются с осадками, которых этой зимой выпали сверх нормы. Вот уже месяц мы отрезаны от цивилизации. Не можем никуда выехать из села. Продукты на исходе. Растут долги за коммунальные услуги. Сельчане рассказывают, что у них на исходе продукты питания до районного центра от села 18 километров. Однако из-за заснеженных дорог выбраться туда невозможно. Местные власти, по словам сельчан, бездействуют. Вот здесь лежит наша дорога. Толщина снега 2 метра. Мы чистим сами. Местные власти не помогают. В сельском окемате нет специальной техники. В результате страдает народ. В данном населенном пункте проживают около 160 человек. Местную школу закрыли в 2016 году. Поэтому дети живут и учатся у родственников или в интернатах. В окемате Каркарлинского района сообщили, что в скором времени жителям помогут. Такая ситуация со снегом сложилась из-за больших осадков и постоянно ломающейся техники подрядчиков. В этом году из-за раннего наступления зимы и частых буранов в нашем районе выпало много снега. Но, несмотря на это, руководство района регулярно старается очистить дороги. С ноября прошлого года мы заключали договора с жителями сел, у которых есть соответствующие транспортные средства. Но техника этих людей периодически ломалась. Поэтому Акимат периодически перезаключал договора с другими владельцами техники. В январе дорогу в село чистили три раза. В начале февраля техника снова встала. А 3 и 5 февраля они не могли заняться расчисткой из-за сильного бурана. Чиновники обещают расчистить дорогу к сельчанам в ближайшие дни. Айя Мамрина, Андрей Тимофеев, 1-й, Карагандинский. 6 человек спасено, 72 эвакуировано. Таковы результаты работы карагандинских спасателей в прошедшие выходные. Напомним, что практически всю субботу в результате бурана было перекрыто движение на многих участках автодорог. Однако это не стало помехой для некоторых водителей. 4 февраля в Жанаркинском районе бригадой трассового медико-спасательного пункта из технически неисправного автомобиля в ВАЗ эвакуировано 2 человека, у которых имелся риск переохлаждения. Вблизи Тимиртау спасатели эвакуировали 20 человек из затерявших в снежном заносе автомашин. Кроме того, имели место случаи экстренной доставки больного. Из села Ростовка в центральную больницу города Тимиртау на вездеходе был доставлен ребенок 2008 года рождения, который нуждался в экстренной госпитализации. Департамент ПЧС Карагандинской области обращается ко всем автомобилистам. Еще раз хочется обратиться нашим жителям города, а также области, чтобы не выезжали на такие дальние эти, потому что вчера у нас и были случаи с детьми, и там были маленькие дети. А если вдруг, например, если бы мы не успели, если они были бы вне зоны действия сети, тогда было бы и похуже в случае. Так что хотелось бы еще раз сказать, чтобы были бдительными, чтобы перед выездом, даже если трассы открыты в зимнее время, перед выездом, чтобы проверили техническое состояние автомашины, чтобы топливо было зимнего вида и одетые, соответственно, зимнего характера. Уснул и не проснулся. 47-летний житель сортировки погиб во сне от отравления угарным газом. Причиной трагедии стало неисправное печное отопление в доме. Смерть наступила во сне. Погибший лег спать и не проснулся. Причиной смерти стало отравление угарным газом от неисправного печного отопления. В момент трагедии никого, кроме мужчины, в доме не было. Смерть сына обнаружила мать, которая вернулась из магазина. Услышав ее крики, соседи тут же вызвали скорую помощь. Однако было уже слишком поздно. Причиной задымления была неисправность печного дымохода. Потому что в этом районе наши инспекторы департамента по Чайской Аргандинской области в специальном месячнике у нас проводился. В этом месячнике всем раздавали памятки о том, что надо соблюдать, чистить дымоходы. Ну, чтобы угарного газа не было, что надо делать, все там было написано. Вот в этом же доме также им вручили памятки. Но, к сожалению, конечно, из-за угарного газа он все равно скончался. В Казахстане поднялись цены на бензин марки АИ-92. Топливо АИ-92 на автозаправочных станциях Казмунай-газа подорожало со 137 до 139 тенге за литр. Бензин марки АИ-95 продается за 150 тенге. Цены на разных автозаправочных станциях выросло примерно на 3 тенге. Очередное подорожание сильно возмутило автолюбителей. По этому поводу сказать можно только, наверное, нецензурными словами, потому что нормальную человеческую речь выразить именно это наболевшее просто невозможно. Наверное, государство у нас просто вообще не то чтобы не следит за ценами, а, наверное, это все само и поднимает. Поскольку если на Казмунае такие цены, хотя это государство для бензина, то что уже говорится о абсолютно других, как монополистов, да, у нас монополисты просто нет слов. Ну, потому что рост цен на бензин – это всегда плохо же. У нас вроде богатая страна, и как бы бензин, то, что растет, это неправильно же. Может, не страна третьего мира? Продолжаем выпуск. Открытие хлебозавода «Сарарка» Нан Караганды – значимое событие для области. Современное оборудование и высокая производительность – залог успеха любой фирмы. Всего за 8 месяцев на пустом поле построили производство мирового уровня. Более 500 новоиспеченных сотрудников в белых униформах с нетерпением ждали торжественного открытия хлебозавода «Сарарка» Нан Караганды. Еще 8 месяцев назад на этом месте был пустырь, а сегодня – крупное современное производство мирового уровня. С поздравительным словом выступил первый заместитель Акима Карагандинской области Аслабек Дусибаев. Я еще раз хочу поздравить от лица руководства области всех участников данного строительства, выразить огромную благодарность инвесторам, всем тем, кто принимал участие в реализации данного проекта. Желаю всем здоровья, благополучия семейного. Пусть этот завод работает долгие годы в нашей области и приносит только радость нашим жителям. Спасибо. Церемонию запуска производства провели первый заместитель Акима области Аслабек Дусибаев и председатель наблюдательного совета «Сарарка» групп Ерлан Нигматуллин. А первую партию продукции руководство компании передало в детские дома Караганды. Предприятие оснащено современным энергосберегающим европейским оборудованием производства Германии, Италии, Франции, Словакии и Республики Словения. Руководство компании обещает богатый ассортимент хлебобулочной и кондитерской продукции. В него уже вошли 45 наименований. Поздравить с открытием хлебозавода прибыл генеральный директор компании «Гастол». Это одна из компаний, которая поставляла оборудование из Словении для завода «Сарарка» на Анкараганды. На этих клиниях будут выпекаться только высококачественные и вкусные хлебобулочные изделия. Гарантом этому являемся мы. Мы продаем свое оборудование по всему миру. Мы видели много заводов, но таких, как «Сарарка» на Анкараганды, очень мало. Этот завод лучший в СНГ. Новый проект запущен в рамках карты поддержки предпринимательства. В хлебозавод со сферой реализации продукции в городах Караганды, Тимиртау, Шахтинск, Сарань и Абай было вложено около 2 миллиардов тенге в виде инвестиций. Хлебозавод «Сарарка» на Анкараганды соответствует мировым стандартам и оснащен самым современным оборудованием. Например, тесто-заказочная машина. Здесь изготавливают отрубные, студенческие и нарезные батоны с периодичностью 5 секунд. Председатель наблюдательного совета «Сарарка» групп Ерлан Нигматуллин лично провел экскурсию для всех присутствующих и рассказал, как происходит процесс приготовления главного продукта нового производства. Я хочу обратить ваше внимание. Вы сейчас видите, что сначала получили муку, потом все ингредиенты, потом тестоделитель поделил тесто, потом это все пришло в расстойку. В расстойке тесто поднялось, теперь автоматически это приходит в печь. Стоимость проекта свыше 3 миллиардов тенге, субсидирование через программу «Дому» – это все свидетельствует о том, что благодаря экономической политике нашего президента в стране, в регионе сложился хороший инвестиционный климат. Лариса Шиндябина уже приступила к новой работе. Несмотря на то, что в подобных сферах женщина никогда не работала, свои обязанности она выполняет с легкостью. А выбрала она это производство, потому что посчитала его перспективным. Кроме того, здесь стабильная и хорошая зарплата. Проверяем качество хлеба. Он идет в пулер, охлаждается, часто находится там. Потом мы его укладываем в лотки. Для всех присутствующих была организована экскурсия по линии производства. Как рассказали руководители завода, для работников предприятия созданы соответствующие современным требованиям комфортные санитарно-бытовые условия. Также предусмотрено бесплатное питание работников, дневную и ночные смены, и служебный автотранспорт. Все это лишний раз говорит о высокой социальной ответственности предприятия. Лариса Хусынова, Жасулан Кулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Важно для всех. Депутаты Сената парламента продолжают разъяснять ежегодное послание президента республики народу Казахстана. Руководство и личный состав Департамента внутренних дел Карагандинской области встретились с депутатом Сериком Акалбай. Главной темой обсуждения стала третья модернизация Казахстана – глобальная конкурентоспособность. В минувшую субботу личный состав Департамента внутренних дел во главе с генерал-майором Миргимбаем Жапаровым обсудили одну из важных тем – послание президента. В ходе встречи депутат Сената парламента Серик Акалбай разъяснил основные положения послания. Чиновник отметил, что наша страна перешагнула 25-летний рубеж развития, ознаменованный становлением и формированием имиджа на международной арене. Кроме того, наша экономика является самой продвинутой по советскому пространству. Начальник Департамента внутренних дел области Миргимбай Жапаров в свою очередь отметил, что в послании уделяется особое значение социальной политике, повышению благосостояния и улучшению качества человеческого капитала. Сотрудники ДВД области проводят большую работу по обеспечению безопасности в регионе. И от каждого полицейского зависит выполнение задач, поставленных в послании президента народу Казахстана. Лариса Хусынова, Жасулам Клубеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганде живут самые смелые люди, так считают сотрудники ДЧС области. От имени начальника департамента отважным жителям шахтерской столицы торжественно вручили благодарственные письма. 31 января около полудня на пуль дежурного 112 поступило сообщение о возгорании квартиры в пятиэтажном жилом доме в Октябрьском районе. Прохожие самостоятельно эвакуировали детей из горящей квартиры. Возгорание произошло 31 января в 11 часов 36 минут в пятиэтажном жилом доме номер 17 по адресу 21 микрорайон Октябрьского района. Возможно, все закончилось бы трагедией, если бы не бдительные прохожие. Игорь Казарин, Сергей Фадеев и осед Толкынов. Трое мужчин без чьей-либо помощи эвакуировали детей из горящей квартиры. Действовали герои рефлекторно, не задумываясь о последствиях для себя лично. В голове у мужчин была одна мысль – спасти детей. По словам Осета, состояние у пострадавших было шоковое. Они не плакали и даже не поддавались панике. Не знаю, я испытывал только страх, что мы можем не спасти их и все. А за себя страха не было, конечно. А вот после того, как вытащили детей, чувствовал-то эти дети? Ну, облегчение было, то, что дети в безопасности. Что там с квартирой было, это все равно. Дети уже были в скорой помощи. И все, радость за них, конечно, была. В доме произошло горение мебели, пола и вещей в зальном помещении трехкомнатной квартиры. В результате пожара эвакуировано три человека. В областную клиническую больницу госпитализировали с ожогами и отравлением угарным газом двое детей 2012 и 2009 года рождения. Причина пожара – шалость детей с пичками. С такой гражданской позиции у нас в Карагандинской области, можно сказать, людей очень хватает. Им всем спасибо. Они такие люди у нас и в Шахане себя показали, жители. Они показали, что им неравнодушно в других этих ситуациях, что быстро реагировали и в том году, и в пожарах, и во время паводка. Наши жители Карагандинской области очень, можно сказать, смелые. В таких случаях бдительность не теряю. Спасибо всем. Асель Сазамбаева, Жуксулык Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Карагандинцам презентовали фильм о трогательной истории любви, которую не смогла победить даже страшная болезнь. 2 февраля в казахстанский прокат вышел фильм, основанный на реальных событиях «Я люблю тебя, Ахырке». В съемке картины участвовали студенты. Они же выступили и в качестве спонсоров. Премьера фильма в шахтерской столице прошла при полном аншлаге. Для съемочной группы и актерского состава премьеру фильма «Я люблю тебя, Ахырке» можно смело назвать долгожданной. На протяжении двух лет они искали средства, чтобы снять фильм в память о своей умершей сокурснице, которой пришлось столкнуться со страшным диагнозом «рак». Не найдя спонсора, выпускники Казахского национального университета искусств решили снимать фильм своими силами. К сожалению, Ахырке заболела раком крови. Азама все время была рядом, он ее поддерживался. Многие рекомендовали ему бросить ее, потому что она никогда в жизни не сможет родить детей, и всю жизнь будет болеть. А он отказался, и он постоянно был рядом с Ахырке, он ночевал в больнице. И потом уже, когда весь университет узнал, никто не остался в стороне, все студенты помогали, чем могли. Кто-то обжарил пирожки, кто-то дарил диски. И была такая удивительная атмосфера, что после ее смерти мы все-таки решили снять историю обо всем, что было. По словам молодого режиссера, история Ахырке научила ее ценить жизнь и радоваться каждому моменту. Героине фильма было всего 21 год, когда она ушла из жизни. Как рассказывают актеры, для завершения съемок они влезли в долги и даже не думали о какой-либо выгоде. Исполнители главных ролей не чужие друг другу люди. Роли Ахырке и Азамата сыграли супруги Айсаным Костеева и Нурлан Наурзбаев. Для меня это было очень ответственно перед ее родителями в первую очередь сыграть роль Ахырке, потому что мне самое главное было важно, как оценят ее папа и мама мою игру. Мы недавно были у нее в гостях, первого числа в Ахтубе прошла премьера, и они увидели свою дочку во мне, и это для меня самая высшая награда. На премьеру фильма пришел и заслуженный деятель культуры Алибеку Разбеков. По его словам, этот фильм напоминает людям о том, что в мире все еще существует настоящая любовь. О добре фильмы, о взаимоотношениях нынешних молодежи. И вообще, мне кажется, здесь нет никакого эффекта, такого боя крови. Зато есть такие душевные, такие нотки, которые должны задевать. Мне кажется, он найдет отклик в сердцах зрителей. Я желаю этому фильму большого-большого полета. К работе над картиной друзья и сокурсники Агарке приступили осенью 2015 года. Съемки завершились почти через 4 месяца. Фильм уже вышел в прокат. А ее мамри на исламбеку спан Андрей Тимофеев, первый Карагандинский. Далее о спорте. Спортсмены войсковой части 65-05 стали победителями командного зачета первенства по рукопашному бою. Соревнования прошли с 1 по 3 февраля. В них приняли участие команды 9 войсковых частей командования Орталык Национальной гвардии. Физическая подготовка в войсковой части 52-859 является важным предметом боевой подготовки и неотъемлемой частью воинского обучения. Именно поэтому участие в различных спортивных состязаниях стало доброй традицией. В течение трех дней военнослужащие 9 войсковых частей командования Орталык, Орталык Национальной гвардии определяли лучшего. В качестве почетного гостя на состязание приглашен мастер спорта по рукопашному бою, чемпион мира 2009 года Данияр Аспанов. Он отметил высокий уровень соревнования. Очень хорошие соперники, все хорошо стремились быть лучшими, было очень много боев, в каждом весе было 9 весовой категории, по 9 бойцов, боев все провели хорошо. Ну как, победили сильнейшие, мне понравилось, организация хорошая себя провела все. В заключительный день состязания были подведены итоги. Первое место заняли спортсмены войсковой части 6505, на втором военнослужащие части 54-51 и замыкают тройку лидеров спортсмены войсковой части 55-16. Было отмечено, что победители примут участие в республиканских соревнованиях. Андрей Тенджик, Слык-Нурта, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Во втором матче домашней серии карагандинский хоккейный клуб «Сарарка» одолела красноярский «Сокол» со счетом 3-2. Победитель определился лишь в серии булитов. Гости начали матч довольно резво. Однако после стартового натиска уже карагандинцы взяли инициативу в свои руки. И «Сокол» в основном оборонялся. На 10-й минуте с близкого расстояния нападающий «Сарарки» Сергей Башнаков переправил шайбу в сетку 1-0. До перерыва характер игры не менялся. Соперники показывали жесткий хоккей. Как итог – череда удалений, причем большинство в стане гостей. Сравнять счет «Соколу» удалось лишь в начале второго периода. Лишь в начале третьего периода карагандинцам удалось вырваться вперед. Отличился Евгений Орлов. Счет 2-1. Однако на 52-й минуте красноярец Аслан Раисов сравнял счет 2-2. До конца основного времени счет остался неизменным. Овертайм также победителя не выявил. А в серии буллитов на высоте оказалась «Сарарка». Победную шайбу забросил тот же Евгений Орлов. Ну, игра получилась боевая. Играли против солидной команды. Соперник очень прилично выглядел. Мы тоже на эту игру настраивались. И, в принципе, наверное, итог основного времени, наверное, закономерный. Да, ну, буллиты, буллитная серия. Нам дома повезло. Мы выиграли. Сейчас соперник выиграл, победил. Я полностью согласен с коллегами, что игра такая, даже можно сказать, плей-оффная. Такая содержательная, да. Может, не такой забили в голевых моментах, но они все равно были. Где-то в артоле сыграли на уровне. Ну, хотел поздравить ребят с победой. 13 февраля карагандинские хоккеисты будут принимать команду «Рязань» из одноименного города. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый карагандинский. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. Спасибо за внимание. Увидимся в эфире Первого карагандинского. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин